Я вас приветствую. Дать возможность высказаться тем, кому не безразличны процессы, происходящие в экономике нашей страны, это одно из приоритетных направлений портала банки.ру. О том, что наши банки, как финансовые институты, тормозят развитие России и морально устарели, в конце прошлого года заявил на своей пресс-конференции предприниматель Герман Стерлигов. Мне показалось интересным задать ему ряд вопросов в рамках программы «Частное мнение». Герман Львович, здравствуйте. Я благодарю, что вы нашли время для нашего портала банки.ру. Скажите, пожалуйста, когда наш корреспондент был на пресс-конференции, вы призывали отечественные банки раздать землю безвозмездно горожанам и белым воротничкам. Кто-нибудь отреагировал? Я вам могу сказать так, что ни один из банков не раздал до сих пор земли, которые он нагреб под себя и ничего с ними не делает в основном. Зарастают они березками и осинками. И земля таким образом выводится из сельхозоборота. Это в условиях, когда сейчас уже понимают все, какие проблемы ждут страну с продовольствием. Это просто преступление против безопасности государства. Держать невозделываемый сельхоз земли и не работать на них. Ну какие это банки, чтобы не быть голословными? Это Альфа-банк. Так. Это Собинбанк. Это практически все крупные банки. Но ладно бы они ее набрали и возделывали. И честь им была бы и хвала. Но они ее набрали и сидят как собаки на сене. Сами не работают и другим не дают. Вы всегда так громко разговариваете? Да. Почему? Откуда такой командный город? Из-за армии. Я же служил в армии. Но вы же потомок рязанских дворян. Однозначно. У меня все предки служили в армии. У меня не было ни одного военного в роду. У меня только отец. Первый медицинский работник. Профессор медицины. Очень хороший. Педиатр. Один из лучших в стране. А все остальные были военные. Голос у вас поставили. И никто, надо сказать, не уехал во время революции. Всех убили. Собаки-большевики. Ой, как слово собаки, ваше любимое ругательное. Псы смердящие. Ну да, встречалось в некоторых кинофильмах. Герман Львович, давайте поговорим о офисе, где мы с вами встречаемся. 26 этаж, башня Москва-Сити. По чем аренда, если не секрет? 1300. За квадратный метр? Было. Сейчас в два раза дешевле. Но мы заключали еще, когда было 1300. А будет еще дешевле. Я думаю, еще в два раза. Финансовый пузырь, который имеет много составляющих, в том числе пузырь недвижимости, лопнул. Рано или поздно это должно было произойти. Халява не может быть вечной. Отошла котам масленица. Вы вернулись из леса в самый разгар кризиса. Не в самый разгар. Он еще не начался, милая моя. Я вернулся из леса, когда он еще не начался. Это когда? Ну напомните. Это в августе. А он еще и до сих пор не начался, я вам скажу. Так. Это еще у нас все впереди. У нас, нас ожидают богатые впечатлениями годы. Со знаком минус я так чувствую. Ну кто знает, где минус, где плюс. Где минус, где плюс видно только на протяжении долгого времени. Большое видится на расстоянии. Может быть кризис это то, что нужно для возрождения экономики страны и что не это главное. Очень красивые слова. Сейчас большинство страдает. А для изменения образа жизни людей. Вот это самое большинство, которое идет по пути оскотинивания в безделии. Вот это самое большинство, если не пострадает, не изменит свою жизнь. Не выручит своих детей. Вырастет их такими же бездельниками, как мы сами. Поэтому нам очень полезен кризис. Кризис встряхивает нас, заставляет проснуться, заставляет начать работать, чтобы прокормить себя. Что делает тем, что работу потерял благодаря кризису? Это в основном люди потеряли не работу, а безделие, благодаря кризису. И так будет и дальше. Исключение, конечно, есть. Но в основном те, кто стоял на воротах, кто сидел за столами, надувая щеки и так далее. Вот эти теряют работу. И это для них благо. Они найдут себе настоящую работу. И если правительство позаботится об этом, они найдут себе работу в полях. Они найдут себе работу в лесу, в прекрасной экологической обстановке. Их дети будут счастливы, когда вырвутся из этой тюрьмы, из этого каменного гроба на волю. То есть все на охрану заповедников? У нас вся страна может стать заповедником. Потому что многие предприятия встанут, экология будет получше, рыба опять разведется в речках, раки появятся. Красота. Вернемся к вашему бизнесу. Антикризисный расчетно-товарный центр. Товар, 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 деньги. Много же у вас клиентов? Многие поверили в вашу идею? У нас не клиенты сейчас. У нас сейчас соратники. И соратников у нас все больше и больше. Если вы взглянете на карту, вы увидите красные флажки, это уже открытые офисы. И синие флажки, это те, которые открываются. Тут карта мира, тут карта России. То есть синие это по России. И вон там красные это и по России тоже. Там на карте мира есть уже открытые и по России. А до конца февраля мы планируем загрыть все территории Российской Федерации, все регионы своими центрами, которые создают тут же как отпочковывают центры по мелким населенным пунктам. Дело в том, что компьютер дает возможность очень быстрой обработки информации, с которым никакая голова человеческая не справится. И в этом отличие бартера прошло столетие или 90-х годов от бартера сегодняшнего. Здесь уже бартер, он и на бартер не похож. Это такая глобальная сеть с таким объемом информации, что бартером и не назвать. Бартер – это всегда несколько человек договорились, поменялись. Причем они целый год этим занимаются, как правило. А здесь в режиме онлайн компьютер выплевывает сотни и тысячи предложений. Учитывая, что туда может занести 100, 200, 300 миллионов заявок. Понимаете? И он сам ищет, кому что надо? Конечно. И компьютер по классификатору ищет, кому что надо. И выдает много предложений, которые часть вырываются, разрываются, выкидываются в корзину, которая не нравится клиенту. А на каком-то он останавливается, он говорит, дай-ка я это проработаю. Вы за счет чего существуете? За счет процента от сделки. Уже совершенной сделки. Мы не берем никакой абонентской платы, никаких денег вперед, вообще ничего. Только процент от сделки. Сколько сделок уже прошло успешно? Есть чем похвастаться? Потому что сейчас создается инструмент, сейчас создается сеть для того, чтобы накачивать информацию. К концу февраля мы закроем территорию России и в начале марта махнем флажком. И тогда уже начнется реклама, не ориентированная на открытие центров, а ориентированная на привлечение заявок. Вот тогда будут сделки.